Обучить ребенка счету за три дня обещает нам методика Евгения Чеплыгина. Выпускает ее умница. Сейчас мы посмотрим с вами, из чего состоит этот набор и как работает методика. На коробке мы сразу видим надпись. Как научить ребенка считать в уме быстро и легко? Мой ответ через игру математическое домино. Это слова самого Евгения Чеплыгина, который является, собственно говоря, автором этой методики. Я Евгения Чеплыгина очень уважаю и люблю. Я знакома со многими трудами. И в этом плане мне очень радостно, что компания умница спонсировала выпуск этой методики. Потому что существует очень много методик, выдающихся педагогов нашего времени, каких-то математиков нашего времени, о которых мы просто не знаем из-за того, что они не попали на рынок. Итак, возвращаемся к набору. Конечно, как всегда, есть методичка. В методичке сказано, что прежде чем заниматься, вы должны ребенку дать понятие счета, научить ребенка считать, там 1, 2, 3, 4, до 10. Познакомить вообще с таким понятием. То есть это пособие не с нуля. Здесь расписан подготовительный этап, расписаны первые задания, первые игры. Ну, я вам сейчас покажу. Итак, в чем принцип работы домино Чеплыгина. Я вам сейчас расскажу. Видите, они у меня лежат. Это не весь набор еще есть в этом чемодане. Здесь то, с чего я начинаю. Смотрите, здесь 6 плашечек. И все это 1. Цифра 1. Ну, видите, в разных местах, разного цвета. То же самое 6 плашечек с вариацией цифры 2. Видите, на одном, на двух полях. Ну, вот смотрите, разложила вот так для наглядности. То есть вот у меня 6 плашечек с 1, 6 плашечек с 2, 6 с 3. Здесь у меня счет до 5. Здесь вот 4 упало у меня. Вот смотрите, еще цифра 5. Выделены в рамки. Это сделано для того, чтобы ребенку было проще воспринимать это число, чтобы он не пересчитывал, а через какое-то время запомнил, что вот так вот в рамке обозначается 5. Есть еще пустые плашки для обозначения нуля. И плашки с знаками. Как играть в это домино? Если ребенок у вас уже подготовлен, ну, например, там, дощечками или палочками, кружочками с составом числа, то можно смело начинать уже с четверки. Если нет, то начинайте с тройки. Вот, например, ребенок ходит, цифра 4. Я ему говорю, а у меня-то нет такой цифры. Что я могу положить? Давай подумаем. Вот у меня есть плашка, где есть раз, два, три, четыре. Тоже 4 на одной плашке. Отлично. У него тоже такая есть. Он ходит. Я хожу. Потом он видит, что таких больше нет. Но есть вот такая, тоже на одной плашке, 4 доминошки. И я ему такую же кладу. Потом, хоп, а все, больше нет. Я говорю, давай думать, что мы можем сделать. Например, мы можем взять вот такую плашку. И здесь у нас появляются уже знаки. Мы можем поставить знак плюс. А что нам нужно прибавить? Раз, два, три, четыре. Мы можем единичку прибавить. Вот у нас 4 получилось. Потом я ему также отвечаю. Потом он мне. И в итоге ребенок в пределах 4 свободно уже складывает. Он может и 3 плюс 1 сложить. И 2 плюс 2 он может сложить. И он знает, как получить ему эту цифру 4. Реально ребенок за два занятия усваивает методику счета. Если на первом занятии цифра 4 давалась ребенку очень легко, на второе занятие я уже даю состав числа 5. И я ему даю уже сложение на 5. Если это суперлегко ему дается в 3 года, то тогда мы уже переходим к усложнению. И потом, видите, в наборе тут уже идет на 8, на 7, на 6. Мы потом, опять же, видите, тут разные тоже варианты цифры 6. И так до 12. Вот последняя здесь 12. 11. Видите, цифра 5 всегда обведена. И в итоге, если ребенок осваивает счет до 12, то потом у него не возникает проблем дальнейшим со сложением в принципе. Потому что он улавливает саму суть сложения. И уже потом можно переходить к вычитанию. Итак, резюмирую. Этот набор у меня 1,5-2 года где-то находится. И что хочу сказать. Реально детки, особенно детки, которые постарше 4-5 лет, ну 6 уж понятно, они буквально за одно-два занятия улавливают суть процесса сложения. То же самое, как с набором «Читаю легко». Буквально вот прям два занятия ребенок улавливает суть словотворчества. То же самое и здесь с процессами сложения и вычитания. Дальше все зависит уже от индивидуальных особенностей развития ребенка, от того, у кого какой запас знаний, у кого какая база. Но в любом случае на этом пособии очень легко научить ребенка считать любого уровня развития, любой степени развития. Поэтому если вы нацелены на обучение счету до школы, то это отличный помощник в этом. И я знаю, что у меня очень многие знакомые просто сделали аналогичные плашки из картона, обклеили их скотчем или заламинировали и играют в виде карточек. Вот в такое домино. Я знаю, что на некоторых сайтах есть сканированные страницы пособия. Хотя, по-моему, умница их пытается как-то блокировать, потому что все-таки это авторская методика. Но я вам хочу сказать, что если вы просто даже сделаете вот такие плашки и начнете с ребенком играть от простого к сложному, то и пособие не пригодится. Я суть объяснила методики, а дальше вы уже самостоятельно можете справиться. Если кто-нибудь будет справляться, пишите, мы с вами что-нибудь придумаем. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.